Это видео специально для тех, кто еще не определился с нарядом к Новому году. Немного уточню, это видео не является инструкцией, оно просто для расширения кругозора и, возможно, для разнообразия и так нарядных и вечерних платьев. Каждый год это как корпоратив. Я, как бывшая айтишница, не понаслышке знаю, что чем тематичнее вечер, тем больше каких-то ярких воспоминаний. А какая тематика нас ждет в этом году? Наступает 2023 год, год черного водяного кролика, так что на стол лучше не готовить блюда из этого мяса. Предпочитаемые цвета, все оттенки серого, голубого, розового и белый. Они спокойные и светлые, легко сочетаются между собой. Любите яркие окраски? Тогда обратите внимание на красный, синий, фиолетовый и, конечно же, черный. Неоновые цвета в своем образе использовать не стоит, они не совсем по вкусу символу нового года. Кроме подходящих цветов следует учитывать и материалы. Кролик не потерпит синтетики, поэтому для новогоднего наряда идеально подойдут платья, брюки, блузы из натуральных тканей. Кстати, астрологи советуют надевать одежду определенных оттенков в зависимости от того, о чем вы мечтаете в наступающем году. Но и тут нужно помнить о предпочтениях животного символа. Так что, если ждете роста доходов, выбирайте серебристый или белый наряд. Хотите подчеркнуть свой утонченный вкус? Тогда вам лучше обратить внимание на черный или насыщенный темный синий. Говорят, что тот, кто сможет угодить символу года в новогоднюю ночь, обречен на финансовую удачу. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F и в этом видео мы обсудим некоторые виды одежды, которые можно надеть на праздник, а после него хорошо вписать эти вещи в повседневный гардероб. И начнем с платьев. Оборки, драпировки, разрезы, симметрия, бельевой стиль, необычный крой. Вот актуальные модели платьев на любой вкус. Однако и классику жанра маленькое черное платье тоже никто не отменял. Только в 2023 году оно должно быть с изюминкой. А как красиво выглядит платье, жакет с драпировкой, просто и со вкусом. Как раз то, что нужно в новогоднюю ночь. Юбки. В моде прямые модели с узлом, драпировкой, лентами, асимметрией и разрезами. А также не забываем про юбки с плесировкой и на запах. Они с нами надолго. Сегодня предпочтительны простые лаконичные модели с необычными элементами. Для новогодней ночи можно выбрать юбку средней длины или макси, а праздничного настроения добавят перламутровые или металлические переливы. Комбинезоны. Отдайте предпочтение моделям свободного кроя с летящими брюками. Шелковый комбинезон это отличный выбор для праздника. Также можно выбрать и классический комбинезон из костюмной черной ткани, но с изюминкой в виде бархатных лацканов. Такую модель можно отлично вписать в свой повседневный гардероб, ходить в нем и в офис, и на вечеринке. Сегодня актуальны модели с запахом, поясом, завязками и асимметрией. Наиболее эффектно и празднично будут смотреться комбинезоны длины макси с широкими брюками. Альтернативой комбинезону способен стать брючный костюм. Классический, с необычными деталями или полностью усыпанный пайетками. Топы. Струящиеся шелковые на бретельках топы это классика. Такие топы всегда стильный и беспроигрышный вариант для праздничной вечеринки. Его можно дополнить вечерними аксессуарами. Объемные серьги или колье идеально дополняют образ. Топ, декорированный пайетками, вышивкой или бисером, способен послужить главным украшением в наряде. Также предлагаю обратить свое внимание на корсеты. Я о них говорю практически в каждом видео, но, наверное, это говорит о том, что корсеты в тренде. Они не ассоциируются с чем-то пошлым, а наоборот показывают, что хозяйка уверенная в себе и модная девушка. Есть огромное количество видов корсетов. На штуровке, на молнии, на пуговицах, на бретелях, с рукавом. Короткие, длинные, всякие разные. Если вы найдете блестящий корсет, берите, он станет изюминкой в вашем образе, а вы звездой вечеринки. Такой корсет можно будет и после праздника легко вписать в менее праздничные образы. Помните, был тренд на такой блестящий чокер? Такой до сих пор носят девушки, просто прогуливаясь вечером по городу. Блестящий корсет можно надеть под обычные джинсы, накинуть пиджак или даже что-то спортивное. И вы готовы к вечерней прогулке с парнем по набережной при свете фонарей. Лето, где ты? А теперь поговорим о конкретных деталях в одежде, которые могут привнести свежести и необычности в ваш новогодний наряд. Объемные рукава. Когда хочется оказаться в центре внимания, выбирайте необычный крой. Игривые рукава, фонарики, воздушные круассаны, изящные бутоны украсят даже самое простое платье и станут неотъемлемой частью фантазийной блузы. Поставив такой акцент в своем образе, вы точно не останетесь незамеченной на новогодней вечеринке. Прозрачность. Никаких правил и ограничений. В моде откровенность. Прозрачное платье, надетое на комбинацию в тон, полупрозрачная блуза с рукавами-буфами, либо отдельные соблазнительные вставки в платье, например. Стоит обратить внимание на воздушные шифоновые юбки длины миди. Они прекрасно отображают данную стилистику. Допустимо сочетание их как с топом в пельевом стиле, так и с джемпером оверсайз, который только подчеркнет хрупкость образа, ну или пиджак а-ля с мужского плеча. Вы будете выглядеть элегантно и загадочно, подчеркивая свою женственность. Воланы и сборки. Такие элементы всегда привлекают внимание, а это то, что нужно на праздничной вечеринке. Кроме того, воланы и сборки это женственно и нежно. Платье миди на бретельках с оборками в области декольте – прекрасный выбор для романтичной натуры. В нем вы почувствуете себя необычайно изысканно и грациозно. Не менее хорошо будут смотреться платья или блуза с горловиной волана. Такой прием оценят любительницы сдержанных элегантных нарядов. Асимметрия. Если вы обожаете неординарные образы, то асимметрия для вас. Платье, топ или комбинезон с одним оголенным плечом – отличный выбор. Главное не перегрузить образ дополнительными элементами. А также стоит отметить асимметричные разрезы на горловине, талии, плечах – тренд последних сезонов. Об этом тренде и о других я рассказывала в видео про тренды осень-зима 2022-2023. Кто еще не смотрел, ссылку оставлю в описании. Я еще не определилась с нарядом на Новый год. Возможно, это будет платье. У меня есть одна идея, которую я давно хотела сделать. Надеюсь, успею определиться вовремя и пошить его. Это не будет, как всегда, за пару часов до начала празднования. Юля сидит и шьет. Кто хочет меня поддержать и пожелать справиться поскорее, ставьте лайк под этим видео. Это будет означать, что вы скрестили пальчики на удачу. Я с вами прощаюсь и желаю от всей души встретить этот новый 2023 год ярко, дерзко, так, чтобы эти эмоции подбадривали вас целый следующий год.